Добрый вечер, дорогие телезрители! У нас в гостях наш давний знакомый, человек, который побывал в этой передаче, известный прозаик, талантливый переводчик Владимир Александрович Карпов. Недавно он перевел произведение нашего писателя Тимофея Сметанина. Год назад столкнулись с произведением Тимофея Сметанина. Мне кажется, что Тимофей Сметанин у нас особняком стоит. В общем, я не знала, не читала в русской литературе, чтобы о войне так светло писали. Сюмора! С удивлением увидела, прочитала, когда подстрочек еще. Во-первых, человек очень такого жизнеутверждающего, бодрого. Человек, у которого, в принципе, как бы смерти нет даже на войне. Там все живут, все живы. И я же даже не знал о биографии Сметанина. Я только потом уже прочитал, что он прожил на Белом Свете всего 27 лет. В 44-м пришел из раненой с войны, а в 47-м уже его не стало. Ему в 47-м году, вернее, ему было всего 27 лет. Я только его знал. И при этом он писал настолько светло и настолько жизнерадостно. И у него война. Ну, у него не только здесь война. Я потом об этом поговорю. В Якутии много, там и охота, и все. Но у него война удивительная. Она вот напомнила мне там «Браво», «Солдата Швейка», там «Максим Перепелица». Помню, был когда такой фильм. Мы даже забыли эти фильмы. В бой одни идут старики. Вот эти фильмы тоже перекличка какая-то такая есть. Когда вдруг война, она и трагедия, она и страшное явление. Но она такая же жизнь. Она такая же жизнь, где люди живут, шутят, где-то там влюбляются. С ними происходят какие-то забавные вещи. И они всегда себя тешат юмором. И у него вот это, значит, «Солдат Черен». Очень забавно. Прямо кино бы поставили для подростков, для сегодня. Потому что здорово это написано, с юмором, смешно. Всегда какие-то вот шуточки над собой у него. И в то же время такой «Солдат Черен», такой из Якутии приезжает охотник, который там утку сбивает на ходу, и там громит этих фрицов так легко, запросто. Но этому всему веришь. Этому всему веришь, что, ну, видишь, конечно, такое преувеличение, скажем, такое юмористическое немножко начало. Но, тем не менее, ну, здорово же, как он там, куда-то там, значит, какие-то мины нашел, натаскал. Мины, значит, положил их вокруг там лагеря фрицевского. А он же этот охотник, снайпер же. Он откуда-то ушел издалека. И в боеголовке этих мин там блых. И там все взрывается. Они носятся. Где враг? Откуда мины летят? Мины не летят. Ну, это все очень забавно. Ну, и так вот, когда сразу он там едет на машине, еще когда обучение проходит, едет на машине, и, ну, там старик едет где-то с ружьем. А тут утка летит. А у него уже охотничая бабах в эту утку. Ну, сначала как-то, ну, вроде бы он солдат, должен разрешению старшего спросить. Ну, утку тут же сшиб. Ну, и очень все это забавно. Это очень же такой автор, который, может быть, сегодня как раз и нужен нашим местоположимам, порой в унылом обществе, склонным какой-то рефлексии, меланхолии, склонным, ах, там у нас товары дорожают, у нас там это, как мы там, значит, зарплаты низкие. И все это тоже, конечно, есть. Но почитайте этого самого Сметанина, Черина. Война кругом, все. А люди все равно веселые живут, постоянно подтрунивают друг на другом. Он там, значит, а он же еще, там, я якут, когда, значит, его, он попадает в плен, и ему нужно, значит, его, чтобы он агитировал солдат, за, значит, чтобы они переходили на сторону фашистов. А он говорит, я вот по-якутски. И по-якутски там молотит, бейте гадов на фрицов, они ничего не понимают. Ну, вроде бы как, может, чуть-чуть придумано, но это забавно, это смешно. И опять в это верю, что если не такое, то что-то могло быть. По крайней мере, это все очень, вот, как-то живо. Ну, конечно, его рассказы про якутию, про охоту, там, рассказы о охотнике, там тоже все небылицы. Ну, там с горы, значит, в костер попал, затушили. И все это очень забавно, очень живо. И когда вот по-что про якутию, про зайгу, это еще с большим знанием дело. Хотя, конечно, опять вот эти охотничьи небылицы, и охотничьи небылицы, то там, значит, когда идет там с другом, пошли в детстве этих самых, война же, значит, есть хочется, не хватает, с другом пошли уток, а не там бить этими палками. Вот, и он слышит, идет, он никак не уток не может поймать, думает, ну, а друг, наверное, там туда ушел, наверное, там он уже уток добыл, кучу целую, пошел туда, слышит, утка там, это самое, селезнь, кричит, ну, точно, все, сейчас палкает, да-да, это, оказывается, друг сидит, и кричит утка из-за друга. Ну, в общем, такие вещи тоже очень забавные, очень, и это уж точно и могло быть, и было наверняка, но это описано очень живо, да. Да-да-да, и вот эту вот пронзительную повесть, не повесть, ну, рассказ маленький, почти новелла о Цветке, об этом, вы же ее напечатали еще. В двух изданиях, это газета «День литературы», она опубликована, и в журнале «Аргамак», «Аргамак» – это в набережных Челна в Татаре выходит журнал, журнал такой хороший, красивый, там, и там, ну, очень хорошие отзывы, очень, об этом рассказе, и рассказ, это как раз немножко вот чуть-чуть другого порядка рассказ, везде у него такая живинка юмора, а здесь вот какая-то лиричность, и такая вот уже поразительная боль за людей, человека, который прошел войну и как уже пораненого. На фоне сегодняшних событий, когда вот у нас с Украиной такие отношения, это необыкновенно актуальный рассказ, потому что он еще и про дружбу народов, там, потому что он девочку спасает, солдат, там тоже вот этот солдат, вот, и эта девочка передает ему семена цветка, которые он привозит в Якутию, и здесь выращивает этот цветок, цветок Оксаана, он даже не знает, как называется, и мы не знаем, что это за цветок такой, только можно предположить, что это за цветок, но он называет его цветок Оксааны, вот, ну, Оксана, Оксана, значит, как бы на якутский лад. Украинская девочка. Да, украинская девочка, а потом она ему пишет письмо, она его разыскивает, этого девочка, вот, но, и вот, как он ее несет, как он ее вытаскивает, сам израненный, она израненная, а он ее тащит, причем ему там что-то и ногу поранило, и руку поранило, и все-таки он выносит эту девочку, и она ему благодарна. Сегодня вдруг вот эта тема, что, да, можем мы быть и вместе, и дружить, и ничего, оказывается, нам не мешает, вот, особенно в сегодняшних отношениях, это как-то особенно пронзительно слушается, читается, хотя даже без всяких отношений, потому что это все равно о человеческом тепле, о человеческой заботе. Прозаическая эссе, как он возвращается после войны, по-моему, называется Лена Долгунара, волны Лены, вообще удивительная тоже по лиризму, по пронзительности, и понимаешь, что такое война, действительно. Вот, так у него и война, вот, понимаешь, и что такое тайга, понимаешь. И я впервые медведя еще познал через его рассказы, потому что мы же привыкли, что там Маша и медведь, Мишка такой добрый, а у него все-таки медведь такой самый злодей в лесу, даже, оказывается, более такого, злодей больше волка, который он всегда что-то там нарушает, он хозяин леса. Ну, в то же время-то опять забавный и смешной Мишка, который там с горы может скатиться, попасть в костер, обгореть весь, вот. Это необыкновенно талантливый автор, просто поразительно, вот просто поразительно. Мы вот сейчас говорили еще с автором перевода стихов его, как вдруг оказалось, что вот эти рассказы не были переводены на русский, это же событийные вещи. Да, через 70 лет после его ухода. Да, я даже как бы очень горд, что вот, даже никак не ожидал, что никто не переводил его. Это просто поразительно, потому что очень талантливый автор, очень талантливый человек, совершенно с каким-то необыкновенным миром, я бы даже сказал, что мы, может быть, не очень привычным для якутской литературы, потому что вот литература все-таки очень, наверное, вот все как-то предметно, все привязано к быту, и все, во всем видение чего-то, может быть, потому что сам он так жил, уже был изранен, знал, что кончина близка, он во всем и сказал, это забавность жизни, красоту этой жизни везде искал, красоты жизни. Ну, просто вот он цветок Оксана такой вылил, и очень здорово, очень хороший автор. Я думаю, что эту книжку, просто если вот сейчас как-то общественная секутия пройдет мимо, это будет очень неправильно. Пусть это кажется, что небольшая книга, но, знаете, там рассказы Чехова тоже небольшие и прочее, но это же не значит, от количества не зависит все. Да и я вот недавно думал, что, по большому счету, много ли мы помним от того классика или от этого классика. В результате остается в памяти ведь на самом-то деле немного для каждого. Поэтому не надо много писать, надо написать то, что останется для читателя. Ну, до войны он учился, потом война, и после войны он прожил всего три года. Да и действительно удивительно, что он оставил такие значимые и такие самобытные произведения. Ну, иногда думаю, что вот если бы он не помер, если бы был жив, что бы он еще написал? Ну, наверное, вот, может быть, этого и никогда бы не написал, потому что все-таки я думаю, что это все написано при понимании угрозы близкой кончины. Потому что это живизна, это влюбленность во все живое, в жизнь, в цветы, во все, чего он касается. Я думаю, это еще обусловлено тем, что он знал, что вековый недолг, и надо выложить то, что ему любят. Ну, теперь переходим к вашей теме. Вы с Николаем Лугиновым учились в далеких 80-х годах вместе в ЛИТ-институте. Вчера это было. Да, на литературных курсах. И, ну, получается, что около 40 лет назад, ну, больше 30 лет назад вы перевели кусток. Мы живем в другой стране. Великий раз. Другие боги у нас, вообще, другая жизнь. Как вы думаете, вот это произведение, оно живет сейчас? Как вы думаете? Оно только сейчас начинает пониматься. Потому что тогда грешным делом вот этот кусток, собака, которая стремится к свободе из упряжки. Где семь собак упряжка, и их погоняет там Байбал хозяин. Вот тогда ты думал, что это как бы вот про Советский Союз, про Советскую власть, что вот мы тут в упряжке, все куда-то стремимся к какой-то свободе. Ну, изменились хозяева, жизнь, система, даже не система социальная, система ценностей поменялась. А оказалось, что не меняется одно. Какая-то странная упряжка. Она все равно есть упряжка, и все равно есть у человека наделенного душой, интеллектуального человека. Ну, а интеллект – это не значит знание. Это умение выработать в себе отношение к событиям, к природе, к жизни, к друзьям, и сохранить свое достоинство, честь. И вот все равно, оказывается, еще может быть большее стремление к этой свободе, потому что если тогда было все понятно, где удерживают, куда не пускают, то сейчас и непонятно порой. Везде все можно, а получается, так же связан. Вот, поэтому эта вещь, она говорит про… Она рисует уникальную картину мира. Уникальную картину мира, когда человек, человек, любое живое существо, на данном случае даже не человек, а собаки, там собаки, Ну, они, конечно, такие собаки, которые мыслят, там, на уровне Гамлета, на уровне, там, Раскольникова иногда мыслят, на уровне Достоевского, авторов. Они ставят самые главные вопросы жизни. Жить подчиняясь, жить в схеме, остаться живым, быть сытым, когда тебя все накормят, или, может быть, остаться голодным, чего-то не иметь, ну, уйти туда, где воля, ну, уйти туда, где твой выбор, где твое сердце. Потому что у Кустук ведь, если все собаки, они сразу были в упряжке, они привычные, а он охотничья собака был. Он из охотничьих собак, он знал другую жизнь, он знал другие запахи, он знал другую природу, он туда стремится, к своему предназначению. И гибнет, но, как Николай пишет, что вот это движение его там, души, оно все равно куда-то летит, оно живо. Это удивительно, это не рассказ, конечно, это притча, и даже это не легенда, это притча, притча, притча об упряжи жизни. Там какой-то такой спектакль был, полубалет, можно сказать, там же еще движутся, там пластика, этот снег такой, как они там делали, значит, движущийся, ну, очень такая сценография великолепная. Ну, это все плоть Николаева рассказа, это он подарил эту метафору, вот, а режиссеру уже там вправе ее расшифровывать. В 90-х годах вы уже вместе с Петром Красновым переводили его роман «Повеление Чингисхана» в 90-х годах уже выходило в этом «Потрясатели мира» много разных произведений, и уже с другой трактовкой, которая укоренилась в советские годы, в прошлые годы. Как вы думаете, вот это вот видение Николая Алексеевича повлияло на имидж, на положительную трактовку, вот, повсеместно его сейчас превозносят в Монголии, есть большой памятник. Карпов, Краснов, переводчики, но еще и Николай Шипилов, покойный тоже, талантливейший человек, уже ушедший, тоже был причастен к этому делу, к большому делу. Ну, роман, прямо скажем, громадный, вот, поэтому это несколько романов в одном романе, несколько этапов жизни Чингисхана. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Николай Алексеевич напитался этим, от этой концепции он еще стал выстраивать закономерность, как везде у него. По существу он написал о Чингисхане расширенный кустук, расширенное понимание тех же самых вопросов. Только здесь уже взаимоотношения челяди и знати, свободы и несвободы, государства и личности. Это опять та же самая суть, когда человек решил быть свободным, покинул свой народ, покинул закономерности, покинул зависимость от племени там своего. И он думал, что он будет свободен, он выйдет, будет жить, а вышел страшно жить, потому что прибегающий волк, там эта стая, он не может с ней справиться, с одним он может, но с тая бежит ничего. А пришло другое племя рядом, завоевателей, а у него нет ни войска, никого, он раб. Ты завтра схватили, тебя сделали полным рабом. И он спать не может, жить не может. То есть, вот эти вот, казалось бы, пустяк. Раз, два, передвинулся человек, и полностью меняется мир. В 2008 году у Николая Алексеевича вышла повесть, хунские повести, сейчас у него новый виток творчества. Вот в этом творчестве, каким предстал ваш друг? Я когда-то писал о том, что Николай пошел совершенно на восток, если он начинал как, в принципе, русский писатель, который пишет на якутском языке. То есть, писатель, который полностью наследует традиции русской литературы. Русский писатель всегда очень буквален. Если он пишет этот стол, он должен писать, что тут щербинка, тут такая, тут это, вот он стоял, там запахи, все. А восточная литература зачастую, она метафора. Он пошел вроде бы туда. Мне так казалось. Мне так казалось, потому что он описывал Китай, описывал хунов, описывал восточную историю. Новые там он повести прислал мне, еще не опубликованные нигде. Как прочитал, я вдруг обнаружил писателя, который сегодня близок к Западу. Но не тем западным ценностям, о котором часто говорят, западные ценности, а нивелирующие ценности. Это рок-культура, это масс-культура. Нет, а тем, что и там есть настоящее. Что и там есть настоящее. Ну, вот у него вдруг появилась эта черточка, я бы даже сказал, модных западных писателей. Поэтому он у нас как-то так, как пришелец из древних миров, он колеблется принадлежности. Потому что он был абсолютно русский писатель, кто восточный по существу своему. А сегодня, я смотрю, это такой вот западный писатель. Это Павич, значит, Маркес. Они пишут такими архетипами. Когда человек, представляющий хунов, гуннов, неважно, у него по существу и Лао-Дзи-то хун, он по существу, прямо скажем, якут. Как, собственно говоря, немножко якут у него и получился Чингисхан. Я думаю, что это монголам не нравится, но тем не менее, он же доказательно пишет про ставку, которая туда ушла и прочее. Поэтому, значит, Лао-Дзи-то тоже как бы нашинский маленько парень-то, ну, маленько якут, маленько русский. Вот, оказывается, так в Китае бедный жил, потому что вышел из хунов. Ну, куда деваться было. Но, тем не менее, и этот Лао-Дзи, и «Пограничник», и уже вот сейчас новые произведения, где герой просто какой-то внутренний монолог, когда он оценивает себя в другом мире, в другом обществе. И чаще всего, вот Николай, казалось бы, неисповедальный писатель, потому что он не пишет прямой о себе. Но это о себе. Это человек, который имеет в государстве не те этнические корни, которые имеет большинство. Он не китаец, если он пишет о Китае. Вот, как и Николай. Он не русский, то есть русских большинство в нашей стране. Вот, а он якут, но, тем не менее, он на службе у этой великой России. И он, как у него эти герои хунны, значит, живущие в Китае, они с большей степенью ответственности, рвением пытаются осуществить какую-то свою миссию. Они архетипы. Они, у них там не привязано к какому-то месторождению, там еще это. Но они как бы несут в себе вот эту данность всех хуннов, которые существовали до них. Они, как, вот я думаю, что и Николай внутри себя, я вот сейчас только, может быть, стал его расшифровывать совершенно по-новому. Он не несет в себе данность Николая Лугенова, где-то там родившимся на Лене. И это тоже есть, конечно, но главная его данность тем, что он принадлежит какому-то племени, которые когда-то где-то были хуннами, воевали, потом были на Алтае, вышли, сейчас стали якутами, или сейчас не якутами, а просто тетесом, который жил в истории. Он принадлежит вот этому исторической данности, как автор. И он должен осуществить свою вот эту историческую данность. И герои его такие же. Поэтому, и, собственно говоря, если читать сейчас Павича, читать Маркеса, то там у них тоже нет вот такой привязки, что вот герой, вот он рожденный там, нет, вот он, как в русской литературе, если там он балконский, то у него было такое-то имение, такой-то нос, такой-то глаз, такой-то голос. Кстати, всегда удивляюсь, что у него писклявый голос у балконского описывается толстым. Для Николая это совершенно не важно, какой у него там голос, где он родился, точно, потому что важно, какую он миссию будет выполнять на этой земле. Манера писать изменилась? Очень изменилась. Рассказы есть, где он просто о своем детстве пишет. Тогда манера была, ну, типична для вот всех русских писателей, только пишущих на якутском. Типична, когда описывается досконально конкретная судьба конкретного мальчика. Ну, во многом, конечно, автобиографичный такой был автор. У него же сейчас автобиография вообще исчезла. Я сейчас говорю, у него есть биография, она другого характера, совсем другого характера. Он исповедальный, но по-другому, не в прямую, не называя там. Мы с ним давние-давние друзья, у нас много-много общего, мы даже поражаемся, сколько у нас там общего по жизни. Но в то же время, как писатель, я абсолютно человек исповедальный. Мне не интересно становится, если это не касается меня лично, если это не было пережито мной. Я как бы о себе рассказываю, близкие, родные там, узнают себя в моих рассказах. Чаще всего недовольны, чаще всего кажется, что, что не так, значит. Ну, человек всегда видит себя немножко не так, а я вижу себя по-другому. Мы совершенно диаметрально противоположны, как, собственно говоря, Николай отчасти диаметрально противоположны со Сметанином, который, конечно, ближе мне, потому что он тоже вот такой предметный, такой предметный. Он такой привязанный, привязанный к жизни. Но это может быть свойство молодого, молодости. Видимо, она у меня не проходит. Поэтому, видимо, свойство молодости. Потом, может быть, тоже Сметанин ушел в какие-то абстрагированные философские вещи. Но так как он не дожил до этих... Вы так хорошо рассказываете, Владимир Александрович, а как вы думаете, вот, ну, сейчас вот такой вопрос о судьбе литературы, о том, как наши дети, внуки будут ли читать вот такую кладезь, как вы думаете, куда мы движемся, куда идет литература. Жизнь, она такая штука, она может неожиданно повернуться к тому. Представляете, если бы, допустим, Анна Каренина прошла там у Малахова в шоу. Вронский сидит, орет. Каренин сидит, орет. Че ты там, куда она? А она уже не достанешь. Там она, там, эти... Дети орут тут, бегают. Кто, чей ребенок, давайте ДНК проведем. А ребенок ли это Вронского, может, еще кого? И вот, представьте, что бы из этого человек понял? А какой любви тут пожаришься? О каком бунте против течения, опять же, жизни, аристократического, ложности его? Что бы тут человек понял, кроме этого ора, крика, какие-то полуидиоты? Все. Он увидел вот такую горстку идиотов и больше ничего. Хотя у Толсова никто из них не идиот, а удивительные люди. И также, а уж преступление, наказание, если представить, там, бабку это убить в шоу. Я думаю, что человек все-таки захочет убежать от этой упряжки, которая вводит его вот эта легкость восприятия жизни, в то, где он должен ощутить свою душу, свою человеческую принадлежность. Спасибо. 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 Спасибо.